Чао, всем привет, народ! Сегодня мы будем с вами проходить 21 эпизод Элдарии с Лифтаном. Баг вроде как исправили, мне даже возместили ману, хотя я об этом не просила. Правда, пришлось писать техническую поддержку, что, как бы, ребят, пожалуйста, помоги-то. Мне помогли, я до сих пор считаю, что поддержка Бимуф самая лучшая. Не знаю, может кто-то ненавидит техподдержку Бимуф, но я её обожаю, потому что мне всегда помогают и возмещают за свои ошибки. Я натыкалась на плохую техподдержку, поверьте, я знаю, о чём я говорю. Поэтому давайте сразу начнём. Все постеры мне оставили, оставили брошку, которая здесь была. Давайте вернуться в текущий эпизод, я тут нажимала, типа, как-нибудь поставить покрасивше. Прям даже не знаю как. Наверное, вот так. Окей, я себе сделала размер страницы побольше, чтобы нормально было читать, а то у меня зрение неплохо. Хорошо, давайте приступим. Внимание, этот эпизод содержит цены жестокости, которые могут шокировать чувствительных игроков. Если вы чувствительный игрок, закройте это видео. Всё, давайте. В предыдущем эпизоде. Посмотреть краткое описание, давайте. Задание оказалось простым. Найти артефакт, мощь которого была способна выискоренить зло, овладевшее кристаллом, и заставляющее Нуки страдать. Но благородные намерения гвардии эльф вновь не были вознаграждены. Злобная шкора и одержимая Найтили не отступали ни на шаг от героини. Не отступали от нашей героини. Её окружение ни на шаг. Но повергнув Нуки, Найтили погибла друг Лифтана. Наша юная героиня очнулась несколько дней спустя. Враги гвардии нанесли союзникам большой урод. Я ненавижу Элдаревский шрифт, серьёзно. И фэнхуаны оплакивали павших в бою. В взволнованной церемонии Нуки укрыла свои комнаты, чтобы дать выход эмоциям. Именно в этот миг к ней пришёл Лифтан, и всё изменилось. Слава богу, наконец-то! Я счастлив. Наконец мы принадлежали друг другу без остатка. Боли, жестокости и печали, пережитых последние дни, больше не существовало. Не было ничего, кроме нас и нашего объятия. И я хотела, чтобы оно никогда не кончалось. И после я потеряла контроль, ведомое новым чувством, прежде мне незнакомым. Мне, кстати, нету постера с чаем с прошлого эпизода, к сожалению. Оно было неосъязаемо, но так реально. Лифтан был таким нежным и внимательным. Каждый его жест, казалось бы, взвешен и изяально подобран. Ну, он же там старается. Его мягкое покровительное обращение покорило меня. Я хранила молчание, боясь, что слова опередят мои мысли. Чувство, которое я испытывала к Лифтану в этот самый момент, было невероятно сильным. Но я ещё не знала, была ли это любовь. В смысле, ты не знала, была ли это любовь. Понимая мою сдержанность, Лифтан обнял меня и покрыл множеством поцелуев. Мы лежали неподвижно в умиротворяющей ночной тишине. Лучи лунного света мягко освещавшие лицо Лифтана придавали ему ангельские черты. Я шутила уже, что демоны придавали ангельские черты. Я безмятежно уснула. Но в течение ночи я то и дело просыпалась в смятении. Меня охватывало чувство необъятной тревоги. Чтобы не будить Лифтана, я решила выйти во двор. У меня дурное предчувствие. Да что, серьёзно? Вот это, вот это, вот это поворот. Не понимаю, от чего мне так неспокойно. Моё чутьё словно пытается предупредить меня о чём-то. Но о чём же? Под холодными лучами лунного света мне не удавалось найти ответ. Ухватившись за теплеющуюся надежду, я подошла к статуе Феникса и начала просить его дать мне ответы. В этот самый момент меня окутал уже знакомый мягкой дымкой. И я обернулась к Оракулу. Нуки. Оракул? Господи. Я смотрела перевод, вот она же сказала что-то... Что с тобой? Твой запах, типа, усилился? Типа, я просила тебя... Я просила тебя отдалиться, типа, от демона, не примыкать к нему или что-то типа того. Ну вы меня поняли. Она тут же испарилась. Что она хотела сказать? Если бы только я могла понять её, я уверена, что её слова имеют огромное значение. Да. Мне нужно найти способ попрощаться, общаться с ней не надо. Нуки! Этот обезумевший голос. Я ужасно перепугался. Но почему, Лифтан? Не знаю, когда я видел, что тебя нет рядом, то у меня хватило паника. У тебя хватило паника. Поцеловать его, чтобы успокоить. Я подошла к нему, чтобы поцеловать его губы. Я испугался, что тебя похитили. Кому понадобилось бы меня похищать? Ну, я... я не знаю. Ладно, идём спать. Идём спать. Хорошо, возвращайся спать. Вот сюда. Почему ты была во дворе? Меня мучила бессонница, и я не хотела тебя тревожить. Поэтому я отправилась немного проветриться. Понимаю. К тому же Луна сегодня и бесподобна. Да ладно. Да ладно, ладно. Мне она показалась скорее холодной. Соглашусь, Луна не всегда излучает тепло. Она согревает лишь тех, к кому она благосклонна. И какая вредная Луна. Может быть, она не рада тому, что я украла сердце одного из её детей? Должно быть. О, как это мило. Лифтан приблизился и чувственно поцеловал меня. Но явление Оракула не давало мне покоя. Тебя что-то тревожит? Да, но я не могу понять, что именно. Какое-то предчувствие. И до того, как ты нашёл меня, я видела Оракула. Оракула? Да, она говорила мне о демоне, но я не могла разобрать её языка. Ты помнишь её слова? Да, это было что-то вроде какой-то херни, которую я не могу прочитать. Я тоже не могу понять смысла. Я знаю основу универсального языка, но значение этой фразы от меня ускользает. Не обманывай! Поскольку мне этот язык совершенно незнаком, то велика вероятность того, что я исковеркала произношение. Извини. Ничего страшного, но её явление ещё раз подтверждает, что нам угрожает серьёзная опасность. Ты думаешь, что мы справимся? Разумеется, я сделаю всё, чтобы защитить тебя. Я тебе верю. Мы вернулись в постель, и я прижалась к его горячему торсу. Да что ты делаешь, перестань! Исходившая от него, тепло мгновенно успокоило меня, и я тотчас уснула. На следующее утро Лифтан осторожно разбудил меня. Я просыпалась несколько минут в то время, как он одевался. Зачем? Подумай, не одевайся. Я бы хотела принять душ, прежде чем отправиться на завтрак. Ты со мной? Она его даже не спрашивает, красава! Конечно, конечно, ты со мной. Прими душ на первом этаже. Господи, не потеряться бы. Я отправилась в душ, и Лифтан последовал за мной. Мы нашли стоящую в отдалении свободную душевую кабинку и украдкой удинились в ней. В начале я была скована. Посвященной кабинке душа, места для тайны не оставалось. Оставалось гораздо меньше, чем ночью под простынями. Но Лифтан сумел разведить атмосферу. Он ухватил мое лицо ладонями с невероятной нежностью, пронзившее мое сердце. Это ощущение было почти болезненным. Почему? Что с тобой не так? Возможно ли это? Неужели после всех пережитых потрясений я наконец нашла тихую гавань? Плечо, на которое могу опереться, надежную нерушимую опору, того, рядом с кем я могу быть самой собой. Лифтан прогнал мои сомнения, увлекая под струю теплой воды. Он крепко прижимал мое тело к своему, и я снова потеряла голову. Да перестаньте. Я поцеловала его с дикой страстью. Мои ноги впились в его спину. Нифига себе, ого! Я хотела продолжить с того места, на котором мы остановились несколькими минутами ранее. Мысль о том, что нас могут услышать, вскользь промелькнула в моем сознании и тут же улетучилась. Я была в другом месте, далеко от храма Фенхуанов. Когда мы вышли из кабинки, Лифтан схватил меня за талию и украл поцелуй. Ты хочешь пойти на завтрак? Я хотела сказать, что нет. Но с моей стороны это было бы безответственно. Нас ждал долгий день, нам следует набраться сил. А со вчерашнего вечера мы только и делаем, что их тратим. Тонко-тонко. Так и есть. Тонко-тонко, между прочим, было очень тонко. Я оценила твой подкол. Реально было годно. О, господи. Эй, нуки, хорошо спала? Относительно хорошо. Мне особо кажется, я не выспалась. Ой, как жаль, выпей тонизирующую чаю, чтобы продержаться весь день, ладно? Спасибо за совет, очень любезно с твоей стороны. Предутель. Само собой, я не хочу, чтобы ты свалилась в обморок. Как с тобой это обычно бывает? Хром. Эй, но ты уверена, что все в порядке? В твои мешки под глазами можно яйца акварилы складывать. У меня все хорошо, Хром, не переживай. Слушай, извини, я пойду сяду вон там. Я заняла место рядом с Лифтаном. Напротив нас сидела Эвелейн. Я осознала, что мы провели совместную ночь в моей комнате. Она наверняка хотела вернуться в комнату. Если она... если мы... Привет, Эвелейн, где ты ночевала вчера? Я не слышала, как ты вернулась. Я заметила, что ты поспешно удалилась с церемонии. Фэнди Фу сказал нам, что тебе было не по себе, так что я не хотела навязывать свое присутствие. Я думала, что тебе хотелось побыть в одиночестве. И если бы это было не так, то ты нашла бы меня? Да-да, конечно, именно тебя. Да-да. Благодарю тебя, это так мило с твоей стороны. Надеюсь, что не доставила тебе неудобств. Не переживай, кровати в этом храме достаточно. А моя наверняка самая удобная из всех, не так ли? После этой фразы Хуанхуа подмигнула мне и заняла место рядом с Фэнди Фу. Ты ночевала у Хуанхуа? Да, мы проболтали большую часть ночи, а затем я уснула. Но не распространяйся об этом, не хочу, чтобы кто-то думал, что между нами что-то было. Почему? Я тоже понизила голос. Знаешь, даже если бы это было так, то это ваше дело. Нет, я не хочу становиться предметом пересудов. Тебе не следует забивать себе этим голову. А ты сама? Скрываешь? Скрывать не планируешь, так? Скрывать? Что? То, что между вами происходит. Я вижу, как вы оба крутитесь один вокруг другого с того момента, как зашли сюда. И я знаю, что ночевать ты в свою комнату вчера не возвращался. Она выразительно посмотрела на Лифтана. Я мог бы быть где угодно. Лифтан, со мной этот трюк не пройдет. Лифтан закатил глаза, даже не пытаясь оправдываться. Я и не планировала скрывать наши отношения, но необходимости кричать на каждом углу о том, что между нами происходит, тоже не вижу. Хе-хе. Главное, чтобы вам нравилось. Во всяком случае, примите мои поздравления. И обещаю, что не стану разглагольствовать об этом по всей Элдарии. Ну, спасибо, чё. Завтрак продолжился, и Хуан Хуа сделала объявление. Я поразмыслила над временем нашего отбытия и предполагаю отправиться во время обеда. Об-обеда. Это позволит вам окончательно подготовиться, в то время как наши чудесные повара займутся приготовлением провианта для нашего долгого похода. Все согласны с данным предложением? Никто не возразил. Все выглядят более чем готовыми к отправлению. В наших взглядах читается невероятная решимость. Это так мотивирует сохранять её. Лифта, навелин, мальчики. Я бы хотела поговорить с вами после окончания завтрака. Едва двое доев завтрак, они немедленно покинули столовую. Я дождалась окончания завтрака, чтобы помочь на кухне и завершить последние приготовления. Всё готово. Теперь осталось только дождаться остальных, чтобы отправиться в путь. Ты готова к отъезду? Подожди немного, совет не уходи далеко от входа в храм. Ладно. Ожидание затягивается, и народу всё прибавляется. Остаётся дождаться сигнала к отправлению. Итак, наконец появилась Хуанхуа. Моё терпение было на исходе. Все готовы? Собравшись, ответили торжественным и дружественным «да». Отлично, отправляемся. Попрощайся с храмом, настало время вернуться в земли Эль. Окей. Я готовилась попрощаться с этим краем, который принял нас потрясающим гостеприимством, как внезапно почувствовала нарастающий спазм в своей груди. В глубине души я прекрасно знала, что он означал, а Рокулу требовалась наша помощь. Хотя обычно это болевое ощущение заставляло меня паниковать, на этот раз оно никоим образом не сказалось на моём настроении. Моя решимость была твёрже камня. Я говорю, сохраняю. Не волнуйтесь, Рокул, совсем скоро мы будем рядом. И ваши мучения прекратятся, обещаю вам. Ну ладно. Остановка Боленви была минутной. Не успели мы пройти через ворота, как мощные толчки начали сотрясать землю. Недолго думая, Хуанхуа приказала двигаться дальше. Вопреки усталости, никто не показывал ни малейшего признака слабости. Нами двигало чувство долга. Вернуться в главный штаб было необходимо как можно скорее. Это было нашей единственной целью. Не знаю, смогу ли продержаться всю дорогу. Боль кристалла отзывается во мне всё сильнее. Сердце сжимается в груди, меня тошнит. Как если бы что-то медленно сдавляло мои внутренние органы. Осознав, что интенсивность моей боли напрямую зависит от расстояния между мной и кристаллом, я испугалась. Тогда что же я испытаю, вернувшись в главный штаб? Учитывая каково, мне боюсь даже представить, в каком состоянии сейчас находится кристалл. Малакей. Хорошо. Хорошо. По мере продвижения наши ряды редели. Соратники оставляли нас не из-за страха или утрусости, а для того, чтобы не замедлять тех, у кого ещё оставались силы идти дальше. Привалы были редкими и короткими. Мы не спали дольше одного часа, а приёмы пищи были роскошью, которую в большинстве случаев мы себе не позволяли. Из-за нехватки времени. И я понимала лучше, чем кто-либо другой, что кристалл погибает, и я вместе с ним. Стиснула зубы, я решила во что бы то ни стало сопротивляться болевым приступам, становившимся всё сильнее. Я вцепила шерсть моего чокобода, побеление пальцев, словно от этого зависела моя жизнь. Голова раскалывалась, и боль пронзала моё тело насквозь. Это было невыносимо. Несмотря на мои старания, я была не в силах удержаться в седле, и Хуан Хуа предложила мне остаться на месте. Нет, я чувствую, что должна отправиться с тобой. Хорошо, тогда садись рядом. Я с трудом скоропалась на огромного фамильяра, служившего её издовым животным, и постаралась удержаться, несмотря на головокружение. Я думала, что никогда не доберусь до главного штаба, но, наконец, мы достигли леса. Место, не сбавляйте темп, мы почти на месте. Господи, как я ненавижу вот это дерьмище. Подождите пять сек, я себе поищу. Господи. Какой-нибудь более-менее нормальный путевозитель. О, ошибись то, что нужно. Где этот сраный лес? Чтобы я не заплутился. Мне жалко ману, все дела. Так, где мы сейчас, в центре леса? Центр леса. Окей. Сюда. Потом... Потом... Сюда. Так, окей. Мы выползли. Достаточно быстро. Я просто не хочу сильно много ман утратить. Как бы скоро Хэллоуин надо экономить. Мало ли что-то захочется купить. Окей. Едва мы приблизились к главным воротам, как нас отбросило назад волну энергии. Что происходит? Дело в кристалле. Он настолько поврежден, что защитный барьер перестал функционировать исправно. Хуанхуа права. Я ощущаю его боль внутри себя. Как нам войти? Я не знаю. Мне нужно прибегнуть к помощи флейты. Нет, Хуанхуа. Хотя мое сердце пожирает огонь, я не останусь в стороне. Я... Я возьму это на себя. Голос, звучавший где-то внутри меня, подталкивал меня к воротам. Я уверена, что Оракул распознает мою сущность и пропустит нас. Дрожая, направилась к огромным воротам главного штаба, чтобы пройти через этот непреодолимый щит. Я вытянула руку перед собой полной решимости довести начатое до конца. Но боль, которую я испытала, была такой невыносимой, что я не могла ступить ни шага. Меня знобило, и силы мои были на исходе. Внезапно я ощутила знакомое присутствие за своей спиной. Мгновением позже мне охватили знакомые руки, помогая двигаться вперед. Не волнуйся, вместе мы сможем преодолеть любое препятствие. С демоном-то. Поддерживаемая этой новой огромнейшей силой, я продолжала двигаться вперед. Это было так тяжело, что на мгновение я потеряла веру в свою способность преодолеть эту преграду. Но ободрение моих друзей, находившихся рядом, и их молитвы придали мне сил, которых было достаточно, чтобы справиться. В конечном итоге я разлила... Различила, господи... Расплывчатый силуэт Оракула, который открывал на путь стремительно поглотивший нас. Обернувшись назад, я не увидела никого. Проникнуть внутрь удалось лишь нам с Хуанхуа. Что произошло? Почему остальные не смогли последовать за нами? Я не знаю ответа на твой вопрос, но нам нужно спешить в зал с кристаллом. Ну, спешим. В зал с кристаллом. Боль в груди становилась все острее. К счастью, Хуанхуа рядом. Благодаря ей я могу продолжить свой путь. Информативно. Чем ближе мы подходим, тем труднее мне становится дышать. Но мне же нужно продержаться до конца. Да, Оракул нуждается в моей помощи. Уберюще выглядит таким спокойным, несмотря на темную ауру кристалла. И главный штаб кажется пустым, но почему? Что-то здесь не так. Здесь не души, и главный штаб кажется неизменным, как если бы... Время остановилось? Да. Это не предвещает ничего хорошего. Продолжим наш путь. Давай. Ай, эта боль, она не дает мне продолжить путь. Ну-ки, господи, покойся! Не переживай. Помоги только идти вперед. Она исполнила мою просьбу, стараясь скрыть свое беспокойство. Да, скрывай свое беспокойство, друг мой. Теперь нас разделяют всего несколько шагов. Злые чары, овладевшие Оракулом, ощущаются все яснее. Хуанхуа, кажется, тоже старается не закричать от боли. Она-то чего? Хуанхуа остановилась у входа в зал с кристаллом. Но почему она медлит? Ну-ки, мне понадобится твоя помощь. Боюсь, что энергии флейты будет недостаточно, чтобы излечить кристалл. Я не уверена, что она будет способна даже успокоить его, учитывая его нынешнее состояние. Что мне нужно будет сделать? Я говорила с трудом из-за боли в груди. Я использую твою магическую энергию в качестве катализатора. Хорошо. Подожди, я хочу, чтобы ты полностью отдавала себе отчет о риске, которому подвергаешься. Особенно учитывая твое состояние, моя просьба к тебе подразумевает. Я не дала ей договорить. Да, я знаю, удастся ли мне выжить, исполняя твою просьбу. Но если я не попытаюсь, то в любом случае буду обречена. И целение кристалла – это моя единственная надежда. Хорошо. Мы с Хуан Хуа поднялись в зал с кристаллом и воочию видели невообразимый ужас. Сатив, сочившийся из кристалла злые чары, пропитали его насквозь. От предстоящего, представшего перед нами зрелища, я нервно сглотнула. Хуан Хуа создала вокруг нас защитный барьер, чтобы я могла собраться с силами. У меня то и дело перехватывало дыхание, а сердце заходилось. Но я дала ей сигнал переходить к активным действиям. Хуан Хуа понесла флейту к губам, меня постепенно обволакивало теплом, и вокруг закружились фантастические витиеватые символы. Ох, это интересно как. Мои ступни оторвались от пола, и каждая музыкальная нота наполняла мое левитирующее тело. Я посмотрела на Хуан Хуа, ее концентрация достигла наивысшей точки, а излучаемая ее аура ослепляла. Затем я вновь повернулась к кристаллу и приблизилась к нему, я чувствовала, как мое сердце разрывалось. Я закрыла глаза, чтобы встретиться лицом к лицу с той, кто держала в страхе бесчисленное количество жителей всех существующих миров. Со смертью. На последнем издыхании я развела руки в стороны, чтобы принятие, и по моим щекам застроились слезы. Я чувствовала, как жизнь покидает меня, чтобы присоединиться к кристаллу и исцелить его. И тогда я услышала голос. Нуки. Лифт, а? Я раскрыла глаза и увидела, как ко мне приближается бесформенная масса. Борись. Он прав, я не должна сдаваться. У меня открылось второе дыхание, движимая решимостью, я сфокусировалась на желании помочь Хуанхуа, чье тепло служило мне дополнительной поддержкой. У меня вырвались слова на неведомом мне языке, универсальном языке. Это хрень, которую я не могу прочитать, но я вкратце объясню, что тут написано. Тут написано что-то вроде силы, типа, данной мели, типа, чем-то таким, исцеляю кристалл, ты-ты-ты-ты. Ну, в общем, очень информативно и интересно. Я даже не буду пытаться это прочитать, потому что я сломаю язык. Ваш эльфийский язык мне непонятен. Зловещая атмосфера словно смело ярким светом, ослепившим меня. Рассеившись, он уступил место кристаллу нетронутой синевой. В этот момент я осознала, что парила высоко над кристаллом, и я летела по залу, не зная, как вернуться на землю. Обводя комнату глазами в поисках решений, я увидела, как Оракул улыбнулась мне и в умиротворении вернулась в кристалл. Она закрыла веки и, кажется, уснула. Боль в моем сердце утихла. И в этот миг я почувствовала, как падаю. Нуки! Да уж. Кто-то поймал меня в самый последний момент. Нуки! Да что ж ты, Боже мой, Лифтан! Обменялись! Он поймал меня, когда чуть не разбилась, как и обещал. Я... Нуки, Хуанхуа, вы двое. Что вы здесь делаете? Что произошло? Кристалл поменял цвет. Вам удалось? Едва Лифтан поставил меня на пол, как Мика тут же набросилась на меня. А где ты торчала, мне интересно знать? Нуки, ты почти посинела. Как ты? Я... Кажется, я в порядке. Я... Как вы здесь очутились? Вы появились так внезапно, в тот самый момент, когда кристаллу вернулся приучный цвет. Я тоже в растерянности. Когда нам удалось войти в главный штаб, он был почти пуст. Точнее, был пуст. Да. Мы эвакуировали жителей главного штаба, когда чары, владевшие кристаллом, усилились. Кстати, вы добрались до зала беспрепятственно? Да, все оказалось относительно спокойным. Лежа в зале с кристаллом, мы смогли увидеть истинный масштаб катастрофы. Должно быть, Аракул задала для вас своеобразный коридор в параллельном измерении, чтобы вы смогли добраться до нее без помех. По этой причине сейчас почти... Сейчас ее присутствие почти неощутимо. Должно быть, она исчерпала запасы своей магической энергии, чтобы обезопасить ваш путь. Я тоже так думаю. Вернувшись в кристалл, она, кажется, уснула. Она это заслужила. Однако, будем надеяться, что спать она будет не слишком долго. Теперь, когда кристалл был избавлен от чар, мы смогли обсудить произошедшее. Я узнала, что во время моего транса мальчикам удалось разрушить щит и добраться до зала. Они прибыли как раз в тот момент, когда кристалл вернулся к своему первоначальному состоянию. В наше отсутствие Мико пришлось очень тяжело. Она проводила дни в полной изоляции, пытаясь поддержать магическое равновесие кристалла. Но, вопреки ее усилиям, он вышел из-под контроля. Мы снова оказались здесь в самый нужный момент. Задержись мы хотя бы немного, по мнению Китсуна, Элдария канула бы в лету. Но я бы на это посмотрела! Затем наше обсуждение поменяло русло. Ну-ка, я почему-то скрывала от нас правду. Чего? Болевые приступы и обмороки случались с тобой и в храме, не так ли? Я отвела глаза. В зале повисла тишина. По той же самой причине, что и ты, Хуанхо, ведь ты не говорила мне всего. Я не хотела причинять тебе боль, я хотела защитить тебя. О чем ты? Я слышала, как вы с Севелиной говорили о моем состоянии до того, как мы покинули главный штаб и после моего ранения. Почему ты не поделилась со мной? Я попыталась, но когда я пришла в твой покой, то не смогла упрекнуть тебе и вообще произнести об этом хоть слово. О, ну-ки, мне так жаль. Она обняла меня, безостановочно извиняясь. И, разумеется, я крепко прижала ее к себе в ответ. От осознания того, что мы обе пытались позаботиться друг о друге, у меня защемило сердце. Что-то в последнее время тетя часто щемит. Подумай о своем здоровье, пожалуйста. Наши намерения были благородными. Благими. Ну, благородными, но и тоже. Даже если речь шла об утаивании, я решила не заострять внимание на негативных эмоциях, поскольку в итоге все вернулось на круги своя. После этих откровений у меня возникло ощущение благополучного конца. Мика приказала нам отдыхать. Несколько последующих дней были спокойными. Жители главного штаба вернулись. Мы принимали множество делегаций, прибывших со всех уголков Элдарии, чтобы отблагодарить нас. Во время нашего предприятия все они находились в чрезвычайном положении. Будущее гвардии Эль обещало быть радужным, а главный кристалл больше не вызывал землетрясений. Я воспользовалась этим моментом всеобщего умиротворения, чтобы получше узнать моего избранника. Признавайся, Лифтан, почему Мика хотела поговорить со мной? Нет, ты узнаешь сама во время встречи с ней. Обещаю, что не расскажу ей. Я даже могу изобразить удивление. Нет, я не стану говорить. Ну что ж ты, что ж ты, что ж ты, что ж ты, почему так-то? Попытаться убедить его поцелуем. Я коснулся его губ своими, приглашая его к поцелуям. Ты пытаешься мной манипулировать? Возможно. Коварная искусительница. А, да ладно, ты-то, ты-то, ты-то. Не лучше меня. Я обещал Мика, что наши отношения не будут затрагивать мою деятельность в Гвардии Света. Хоть эта информация и кажется тебе путяковой, она важна. Я должен соблюдать свои обязательства. Понимаю, прости, что я такая любопытная. Не стоит извиняться. Я с тобой не только из-за твоих сильных сторон. Я люблю и твои слабости. Ладно, беги, пока не опоздала. Увидимся после твоей встречи с Эверейн. Не знаю, сколько она продлится. Я буду ждать. Хорошо. С тех пор, как мы с Лифтаном стали встречаться, Мика непреклонная. Я не должна отвлекаться, отвлекать его от дел. Она не хочет, чтобы я пользовалась положением Лифтана. И я понимаю ее позицию. Верность долгу наша первостепенная задача. Ну-ну, ну-ну, сказали демон, блин, который тут козни плетет. Все же мне интересно, для чего она вызвала меня. Ну давай. Ну давай. Поинтересуемся, что она хочет от нас. Прости, Надеюсь, я не опоздала? Нет, не переживай, мне нужно еще кое-что закончить. Ты подождешь пять минут? Я воспользовалась моментом, чтобы рассмотреть кристалл. С тех пор, как он погрузился в сон, у меня не было ни одного видения оракула. И ни одного обрака. Сука, соседи, можете вы там не позарить за дверью? Идите себе домой, позарьте там. Его цвет по-прежнему синий, но у меня такое ощущение, что он уже не такой яркий. Возможно, не такой живой. Наверняка причиной тому его отдых. Я только надеюсь, что его спокойствие не будет резко нарушено. Все, я закончила. С чего бы начать описание этого задания? Оно настолько деликатное? И да, и нет. Как тебе уже известно, во время нашего отсутствия нам нанесли визиты эмиссары из многих регионов Элдария. Многие пострадали от землетрясений, но капы и... Тахруканы сообщили нам о пропаже волшебных существ и миллиаров. Пропажи случились сразу после того, как вблизи от пострадавших деревень обосновались группы кочевников. Предполагаю, что кочевники первые в списке подозреваемых? Да, тем не менее, я не хочу их обвинять или заключать под стражу без конкретных доказательств их вины. Если признаться честно, я не думаю, что они к этому причастны. Почему ты думаешь, что я смогу найти виновного? По правде говоря, что ты из тех, кто не успокоится, пока не докопается до истины. Ты хочешь взяться за это задание? Да, я здесь не для того, чтобы сидеть сложа руки. Лучше бы сидела сложа руки, тупица. Разумеется, эта миссия будет поручена тебе согласие, Эвелейн. Эвелейн. Окей. Если она сочтет, что твое здоровье недостаточно окрепло, то я буду вынуждена пересмотреть свои планы. Хорошо, я иду к ней, а потом сразу к тебе. Договорились? Ну, договорились, хорошо. Привет, Эвелейн. Привет, Нуки. Ты пришла на обследование? Именно. Садись сюда. Эвелейн начала стандартное аускультирование. Измерила давление, проверила реакцию зрачков. Надо сказать, что с тех пор, как Ерофей принес ей инструменты человеческой медицин, она постоянно ими пользуется. А работать ты когда начнешь? Эй, дай мне повеселиться ворчунье. Да я тебя подкалываю. Эти приспособления действительно очень интересны. Но меня расстраивает то, что мне не хватает познаний в этой области, чтобы использовать их максимально эффективно. Не заморачивайся, у тебя вполне нормально получается. Спасибо. Итак, приступим к делу. На этот раз Эвелейн достала свои настоящие инструменты и обследовала меня с ног Д5. Насколько я могла судить по графикам, которые она мне показала, я была полностью здорова. Видишь эту синюю область? Она показывает стабильность имеющейся у тебя маны. А я стабильный, не переживай. Если мы сравним ее с показателями прошлого месяца, то увидим, что твоя мана увеличилась. Причина, несомненно, кроется в переливании, которое было сделано в храме. Ни отторжения, ни перебоев не наблюдается. Твоя мана очень стабильно. Присутствуют ли болевые ощущения? Нет. Получала ли ты другие сообщения от Оракула? Ни одного. Как я уже сказала, с тех пор, как Кристалл погрузился в сон, все стало на свои места. Превосходно. Учитывая эти новости, ты можешь спокойно отправиться к капам. Мика уже рассказала тебе? Почему, на твой взгляд, я назначила тебе прием сразу после нашей встречи с ней? Действительно. Ты можешь идти. Хорошо, тогда расскажу Мика о результатах обследования. Итак. Замечательно, я абсолютно здорова. Прекрасные новости. За время твоего отсутствия, Карп приготовил для тебя материалы по заданию. Вот они. Мне бы хотелось, чтобы ты изучила их максимально подробно, прежде чем отправиться туда. Идет, не стану тебя задерживать. Хорошего вечера. Она покинула зал. Мы закончили гараж да позже, чем я предполагала. Мне нужно поскорее отправиться к Ли в Тану. Наверняка он уже заждался меня в комнате. Ну что, Мика, вела тебя в курс дела? Насчет предстоящего задания? Да, но кажется сложным. Не уверена, что отвечу ожиданием, что я отвечу ожиданием. Не переживай, я буду рядом, если тебе понадобится моя помощь. Ты тоже едешь? Да, Мика не сказала. Нет, но мы не вдавались в детали. Если хочешь, мы можем изучить материалы по заданию вместе. Я знаю их в мельчайших подробностях и могу помочь тебе. Конечно, было бы здорово. Идем в мою комнату. Хм, ты не против, если мы пойдем на свежий воздух? Я весь день провел в четырех стенах, и мне хотелось бы сменить обстановку. Окей, куда хочешь пойти? Как насчет пляжа? Это, конечно, не то место, которое помогает настроиться на серьезный лад. Но мне нужен свежий воздух. Что нравится тебе, нравится и мне. Логично. Правда, пока я дойду до пляжа, я состарюсь. Серьезно. И так за работу. Он немедленно принялся за дело. Не за то дело. На бумаге задание оказалось простым. Отправиться в капом и найти улики, подтверждающие или опровергающие причастность качевников, пропажек, фамильяров и волшебных существ. Насколько мне было известно, подобные происшествия уже случались ранее, когда эта группа находилась поблизости. Гвардия не желает клеймить качевников и по этой причине начала углубленное расследование, чтобы докопаться до истины. Нам было необходимо сохранять полный нейтралитет. Ой, что такое? Я только что вспомнил, что мне нужно забрать один очень важный документ в библиотеке. Ты подождешь меня здесь? Ого, нифига себе. Это ж пока ты дотопаешь, дотуда я состарюсь. Серьезно, Лифтан, ну, камон, что ты делаешь? Конечно, Лифтан ушел. После получасового ожидания я начала беспокоиться. Мне стоит отправиться на его поиски. Лифтан не вернулся, отправляйся на его поиски. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Где же мне его искать? Серьезно, это тупичок. Лифтан, алло. Может, он там где-то, нет? Ну-ки, что ты здесь делаешь? Ты знаешь, где сейчас Лифтан? Нет, а почему ты решила, что я в курсе? Он заходил сюда за одной рукописью. Вот я и подумала, что он мог упомянуть это в разговоре. Лифтан не заходил сюда. Он опять что-то со скорой мудит. Блин, блин, Лифтан! Что, но он сказал мне, что направляется в библиотеку. Прости, но здесь его не было. Интересно, где он мог быть? А Лифтан Лифтун, ведь что где? Я не могу открыть дверь. Не помню, чтобы закрывала ее на ключ. Я обыскала все карманы. Блин, мои ключи у Лифтана. Мне срочно нужно его найти. Офигенно! Я прям... Где мне его искать? Ну так, я понти. Столовая много народу. Я посмотрела помещение в поисках Лифтана, но безуспешно. Его здесь нет. Ватафак щит. Нигде он шляется. Молодой человек, куда вас занесла нелегкая? Ёпф. Ну и чё такое? Из комнаты доносится какой-то шум. Только не говорите, что... Я твоя переступила порог комнаты. Как почувствовала приятный аромат. Что здесь? Вот пол под моими ногами был усыпан свечами. Лифтан ожидал меня с улыбкой на губах, оперевшись на подоконник. Шторы были задернуты. Что за повод? Мне просто захотелось сделать тебе приятно. А что, нельзя устраивать тебе сюрпризы просто так без повода? Конечно можно, я просто удивилась. Мне кажется, ты всё на скорую руку сделала, потому что это херня. Свидетельство о его любви и нежности. Это именно то, что было нужно, чтобы придать мне сил перед предстоящим заданием. Я подошла к нему и поцеловала. Ну-ки. Что? Лифтан приподнял меня, прежде чем бережно уложить на постель. Затем он начал аккуратно снимать с меня одежду и замер на мгновение. Он склонился надо мной, осматривая меня с нежностью. Ты так прекрасно. Словно ангел, спустившийся с небес. Учитывая твои светлые волосы, я бы сказала, что скорее это ты мой ангел. И он такой сразу, бля, да я же демон. После этих слов его взгляд изменился. Его глаза выражали эмоцию, которую мне не удавалось расшифровать. Я люблю тебя. Ну-ну-ну-ну. Я тоже тебя люблю. Лифтан лучезарно улыбнулся, мне и страстно поцеловал. Нежным жестом он спустил мои брюки к щиколоткам. Он присел передо мной и провел кончиком языка от коленей к бедрам, задержавшись у нижней части моего живота и покрыв его поцелуями. Ох, 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 ребята. Должна признаться, что с тех пор, как я опознала жар его тела, мне сложно от него отказаться. Объяненная нежными ласками его обжигающих губ, я отдалась удовольствие, которое он пробуждал во мне. Его поцелуи вызвали мою ответную страсть практически молниеносно. Словно он знал меня уже давно. Мое сердце учащало ритм, в то время как мое лицо буквально пылало, этот жар придал мне новых сил. Очень странно как-то. Мне было недостаточно того, чтобы Лифтан ласкал меня. Я хотела доставить ему столько же удовольствия в ответ. Постепенно мои руки становились увереннее, пока... Не в силах больше сдерживаться, Лифтан перехватил инициативу. Его ласки становились все нетерпеливее, а его жесты все более неудержимыми. Ох, у меня перехватило дыхание, вырывавшиеся стоны были непрерывистыми. А, прерывистыми, господи. Но этого было недостаточно, я хотела большего. О, господи. Я хотела его полностью. Лифтан, я хочу заняться с тобой любовью. Он встретился со мной взглядом еще раз и не теряя ни минуты растворился во мне с бесконечной нежностью. Шутки про растворение. Я и представить себе не могла, что однажды споголюбить и быть любима настолько страстно. У меня не оставалось сомнений, мы были созданы друг для друга. О, да, ребята. Ну-ки. Прокравшись сквозь шторы солнечные лучи, нежно коснулись моей кожи и ласково разбудили нас. Который час? О, Лифтан, ну господи. Перестань меня смущать. Мне как-то, я не знаю, мне стыдно почему-то. Солнце только взошло, сегодня мы на удивление ранние пташки. Тогда у нас достаточно времени, чтобы усладиться утром в главном штабе. Мы наслаждались теплом, постепенно наполнявшим комнату, неспешно потягиваясь и просыпаясь. Как бы мне хотелось провести так все утро, но пора вставать и отправляться в душ. Горячая вода взбодрила меня, и вместе с моим возлюбленным мы отправились на завтрак. Оказавшись плотным, нас ожидало большое путешествие, и Коротов всей видимости учел это. Остаток утра пролетел невероятно быстро, и я чувствовала в себе достаточно сил, чтобы свернуть горы. Пора присоединиться к остальным в убежище, Эль. Ого, вот это да. Я пришла на место встречи. У Икар за плечами рюкзак, который, кажется, висит больше, чем она сама. Ей сложно сохранять равновесие. Друзья. Хон Хуа позвала в сторону Камири, Икар, Лифтана и меня. Мы воспользуемся суднами, которые нам одолжили союзники, поэтому путешествие будет более быстрым, чем в прошлый раз. Тем не менее, нам предстоит провести минимум два дня в открытом море. Задерживаться мы не станем, нашей цели будет провести расследование и привезти кочевников сюда. Вы согласны? Мы переглянулись и дружно кивнули. Прекрасно, тогда отправляемся на пляж. Окей, отправляемся на пляж. Мы на пляжу. Итак, забираемся в лодки и плывем к кораблю. Ладно. Путешествие было долгим, но гораздо более комфортным, чем наша предыдущая морская экспедиция с Хромом. Разумеется, обсуждали и потерянный корабль, но теперь уже Хром относился к вопросу более философски. Как и предполагалось, через два дня мы прибыли в нефритовый край, который я сразу же узнала. Земля. От радости Икар припала к земле, надо сказать, что у нее морская болезнь. Икар, нет времени к нетелиться, нам нужно отыскать магистра Капу. Окей, идем. Идем искать магистра Капу. Он не прогрузился, я подумал, что это такое. О, господи, боже мой. Приветствую вас, магистра Капа. Хуанхуа поклонилась ему, и он ответил ей тем же. Мое почтение, госпожон Хуахуа, нуки. Он поочередно поприветствовал нас. Я рад приеду к новому члену гвардии в моем поселении. Благодарю вас, мы надеемся помочь вам с решением проблемы. Как проходит эвакуация вашего народа? Союзники, которых вы отправили сюда, проделали потрясающую работу. В деревне остались лишь несколько советников и члены моей семьи, не пожелавшие покинуть эти земли. Нуки, Эллиот тоже захотел остаться, чтобы увидеть тебя. Я не смог отказать ему в этом, и у меня будет к вам особая просьба. Какая? Множество детей пропало без вести, Эллиот один из немногих уцелевших малышей. Я безоговорочно верю гвардии и буду крайне признателен, если вы сможете приютить его самого и его семью в главном штабе. Я знаю, что в его стенах он будет в безопасности. Разумеется, если такова ваша воля. Хуанхуа и магистр продолжили обсуждение последних деталей, касающихся предстоящей миссии, в течение некоторого времени. Несколько часов спустя пришло время приступить к заданию, а именно провести расследование и выяснить причины, причастны ли кощевники к пропаже волшебных существ. Будем работать в паре, Лифтан? Само собой, что за вопрос? Окей. Проведи расследование об исчезновениях, найди улики и опроси всех, кого ты встретишь. Хорошо, хорошо. Хии! Эллиот! Когда он запрыгивал ко мне на руки, сопровождающий его юной капа, угрожающий смотрел на меня, пока не понял, что я не причиню малышу вреда. Здравствуйте, меня зовут Нуки. Нифига себе, юный! А да, вы юная люди-пришелица, о которой так много рассказывал Эллиот. Он вас очень любит. Да, я так и поняла. Как твои дела, Эллиот? Здорово, я рада тебя видеть. Но ты разговариваешь? Мама научила меня, он говорит, что я очень хорошо умею говорить. Он пока шивается с родами, но это так мило. Да, она права, но тебе еще многое предстоит выучить. Ты знаешь, я недавно почувствовала запах как твой, поэтому не хотела увидеть тебя. Ой, я не помню зачем. Ничего страшного, давай увидимся позже, ладно? Мне предстоит важное расследование. Чтобы найти плопавших? Именно так. Тогда удавь их. Да, мы все надеемся, что вам удастся узнать, что произошло. Бля, Эллиот, я так смешно озвучиваю Эллиот, а то типа... Да, тогда удавь их. Удавь им. Окей, трава. Здесь только опавшие листья. Окей, хорошо. Что это? Брошь? Рассмотрите поближе. Она такая красивая. Я уже где-то видела этот узор. Лифтан склонился над моим плечом. Герб королевской семьи Лунтмухингара. Ты что-то знаешь о ней? Да, это родина Изорелия. Один из качарников может оказаться его соотечественником. Возможно, Изорелий даже знаком с ним. Это не исключено. Если нам кто-то встретится, то мы сможем расспросить его. Поздравляем, Нуки, ты нашла предмет. Брошь Лунтмухинг... Что-то там. Благодаря магической силе Котофей в твоем гардеробе была добавлена ее копия. Ты уже можешь примерить ее. Спасибо. Мне следует продолжить расследование. На пляже разбит лагерь кочевников. Мы подошли к ним, чтобы задать свои вопросы. Простите, мы обнаружили эту брошь неподалеку. На ней изображен символ Лунтмух... Кого-то там. И она принадлежит кому-то из вас? Да, мы кочевники долины Умбры и обычно избегаем... Мы кочевники долины Умбры и обычно избегаем северных регионов. Однако среди моих соплеменников много представителей разных народов. Не исключено, что кто-то родом из названного вами королевства. Ясно, спасибо за ваш ответ. Согласно показаниям главы кочевников, в момент похищения вся группа без исключения оставалась здесь, в лагере. Кроме того, он подчеркнул, что его народ не имеет ни малейшего интереса для совершения подобных действий. Поймите, с нашей стороны это было бы глупо. Мы не хотим становиться изгоями, мой народ миролюбив. Я понимаю, не переживайте. И нашей задачей как раз является расследование без навешивания ярлыков. Наша единственная цель найти виновника. Хорошо, если мы можем помочь вам в чем бы то ни было, дайте нам знать. Я бы хотела поговорить с каждым членом вашей группы. Мы к вашим услугам. После долгого обсуждения жители долины Умбры пожелали, чтобы мы осмотрели их палатки и опросили их, дабы доказать свою чистосердечие и невиновность. Мне было неловко вот так вторгаться в их личное пространство, однако они настояли, повторяя, нам нечего скрывать. Мы последовали за главой народа долины Умбры и приступили к углубленному расследованию. Видимо, смущение лифтан вызвался провести обыск, предоставив мне заняться опросом кочевников. Я поговорила с несколькими из них, они поделились своим страхом стать изгнанниками из-за стечения обстоятельств. Чем больше я общалась с ними, тем меньше у меня оставалось сомнений. Для меня этот народ был в воплощении миролюбия, жизни в полной гармонии с природой и невероятной благожелательности. Многие из них уже собрали информацию об исчезновениях и бескорыстно поделились ее со мной. Другие вызвались помочь с расследованием. Пара молодоженов рассказала о своей долгой беседе с одним из детей Кап, которого они проводили до входа в поселение, но впоследствии пропавшего. Они боялись попасть в число главных подозреваемых, однако, к их счастью, один из Кап свидетельствовал об их благонадюжности. Одна из престарелых кочевниц с пещерными морщинами лицом поделилась со мной своими опасениями о малышах их собственном племени. Ее речь тронула меня, и я постаралась успокоить ее, как могла. Следующие два дня мы провели обследование земли Кап вдоль и поперек и опрашивая всех, кто встречался нам на пути. Я узнала, что одна из местных жительниц слышала рычание, доносившееся из глубины леса. Я искренне считаю, что кочевники здесь ни при чем. У нас нет ни единственного доказательства их вины. Нам следует отправиться к магистру. Возможно, кому-то удалось продвинуться в своем расследовании дальше, чем нам. Ну, возможно. А возможно, нет. Икар и Камерия не нашли источников дополнительной информации в округе. Кроме следов дикого лагеря, разбитого в нескольких километрах отсюда. Однако он, казалось, использовался несколько недель назад. Получалось, что даты расходились. Мы зашли в тупик. Напоминаю вам, что наша главная задача — определить вину или невиновность кочевников. Эта цель была достигнута. Доказательства свидетельствующих об их непричастности. Доказательства свидетельствуют об их непричастности. Чтобы продвинуться в расследовании исчезновений, нам нужно дождаться возвращения остальных коллег. Без их доклада мы не сможем пролить свет на это происшествие. Обсуждение было долгим, и чуть позже к нам присоединилась глава группы кочевников. Дорогая представительница народа Феникса, мне хотелось бы погореть с вами наедине. Вы позволите? Разумеется. Хон Хуа повернулась ко мне. Лифтан, ты хочешь присутствовать? Как сочтешь нужным? Ступай, я позову тебя, если в этом возникнет необходимость. Мы направились на пляж. Иду на пляж. Пришла. Дойдя до пляжа, мы с Лифтаном отошли в сторону. Но возможности насладиться этим моментом наедине нам не представилось. Хон Хуа пришла поговорить с Лифтаном несколько минут спустя. Я решила отправиться на поиски икара Каймери, но мне не удалось их найти. Я осталась в одиночестве. Разговор Хон Хуа и Лифтана длился очень долго. С наступлением ночи, не дождавшись их, я наскоро поужинала и вернулась в палатку. И уснула мгновенно. Ночью Лориолет присоединился ко мне, попутно извинив лишь за то, что оставил меня одну так долго. Разумеется, я его простила. У него много обязанностей. На следующее утро Хон Хуа собрала общее совещание. Иду в деревню. Уже мчу. Итак, все в сборе. У меня для вас важные новости. Мы приютим всех кочевников в главном штабе. Они пробудут до тех пор, пока в деле с похищением не будет поставлена точка. Задание продлилось не так долго, нам пора собираться в обратный путь. Верни палатку, прежде чем вернуться в главный штаб? Что? О чем речь? Мы убрали палатку. В виде нетронутый песок я ощутила ностальгию. И другое были мрачные чувства. Беспокойство. Я ужасно боялась нового несчастья. Нет, мне нельзя поддаваться негативным мыслям. Окей. Обратный путь показался мне более долгим. Когда мы добрались до главного штаба, вокруг царила темная ночь. Мы почти у цели. Окей. У цели так у цели. Народ Долины Умбры, мне жаль, что у нас не хватает кровати для каждого из вас. Вы можете разбить палатки в наших садах и переночевать в погреб, если боитесь холода. Я не понимаю погреб, сука, и холод. Хонхо, я могу предоставить свою комнату нуждающимся. Это было бы замечательно. Нуки, надеюсь, ты не против? С чего бы мне быть против? Твое предложение заслуживает похвалы. И к тому же, это означает, что тебе придется провести ночь в моих объятиях. От этого я только выиграю. Хм. Предполагаю, что на сегодня наша миссия окончена? Да, мы с Акар займемся размещением прибывших. Встречаемся завтра с самого утра в зале с Кристаллом. Договорились. Окей. Хорошо. Зайдя в комнату измотанной, мы сразу легли спать. Но сна у меня не в одном глазу. Впечатления от путешествий... Путешествий в последних недель не дают мне успокоиться. Я чувствую прилив адреналина. Лифтан обхватил меня руками, чтобы успокоить, и мы сладко уснули. На следующее утро мы проснулись с первыми солнечными лучами. Нам лучше не опаздывать на сегодняшнее собрание. Окей. Хорошо. Идем. Мы сразу поднялись в зал. Все в сборе? Отлично. В зале присутствовали и другие гвардейцы. Лифтан шепнул мне, что они проводили расследование в местах других пропаж. Отряды отчитывались о проделанной работе один за другим. Но расследование наших коллег оказалось столь же неплодотворным, как и наши собственные. Несколько рассредоточенных улик, на первый взгляд не имевших между собой ничего общего. Однако и методы жертвы похищения были схожими. Дети волшебных существ пропали, оказавшись в одиночестве. Некоторые сведения привлекли наше внимание. Один из очевидцев региона Данте утверждает, кто видел поблизости грифона, по крайней мере его хвост. Странно, в этой зоне ладари грифоны не частые гости. Я смог взять для анализа несколько чешуек русалки. Ну и? Ты же отправила меня в жерло Гарона. Что? Это долина вулканов. Горячий климат и лава делают условия этого края непригодными для жизни русалок. Мика поблагодарила нас за время, которое мы уделили этому заданию, и попросила всех разойтись. Но не успела я подойти к выходу, как она попросила нашу команду и меня остаться. У меня для вас новое поручение. У нас катастрофически не хватает места, и наши союзники согласились приюти часть кощевников. Поэтому я хочу, чтобы вы сопровождали их группу в Болиндию. Я переглянулась с Лифтаном. Мы снова отправляемся в путь. Спокойное существование временно откладывается. Без проблем, когда отправление? Как только соберете всех указанных в этом списке кощевников у ворот. Она протянула на бумагу с перечнем имен. Спасибо. Лифтан Т освобожден от организации сбора. Мне нужно сообщить тебе детали этой срочной миссии. Ладно, пора браться за дело. Окей, я готов. Ко мне подошел малыш. Вы пришли, чтобы позвать нас в путешествие к Грибам? Да, мы скоро отправляемся. Как тебя зовут? Мне нужно проверить, есть ли ты в списке. Меня зовут Мартим, а моя мама Оливия. Ваши имена есть в моем списке. О, здорово. Пойду скажу маме. Я так рад, что мы отправляемся туда. Ты знаешь, кто еще поедет с нами? Все те, чьи... Все те, чьи имена здесь записаны. Я протянула ему лист. Думаю, он в том возрасте, когда дети уже умеют читать. Здесь имена моих друзей, тети и дяди. Он указал на них, и я помахала им рукой. И помахала им рукой. Тогда ты попросишь их собрать свои вещи и подойти к главным воротам? Конечно. Спасибо. Осталось найти еще нескольких человек. Окей. Но проблем. Прошу прощения, некоторым из вас предстоит отправиться с нами в Боленвью. В поисках временного жилья я назову тех, кто есть в моем списке. Я озвучила имена, и некоторые подняли руки. Осталось собрать еще несколько участников. Окей. Я подошла к группе кощевников. Они играют музыку. Я подождала, пока они не закончат, чтобы попросить их подойти к главным воротам. Так, кажется, я всех обошла. Мне стоит подготовить свои вещи и отправиться к месту сбора. Идем. Ипо. Готово, моя сумка собрана. Осталось только присоединиться к остальным у входа в убежище. Иду уже, иду, мчу. Закончив сбор, я пришла к главным воротам, где уже собрались все участники похода. И вместе с одним из детей-качевников я забралась на спину Чукоба. Мы направились в сторону леса. Сейчас опять плутать. Ее что иметь? Хочу уйти отсюда. Просто уйти. Так, сюды, сюды. А тут начинается петля. Не, берлога, поросшая верь. Так, берлога, поросшая верь. Сейчас опять, чтобы не напутать. Би-би-би-берлога. Где ты есть-то? Реально, не очень хочется заплутать. Ох ты ж, ё. Так, окей, куда мне надо-то? Ой, какая тут очень дебильная карта. Я лупала. Ну, так понимаю, не сюда? Не, даже не тупи, пожалуйста. Не трать ману. Окей, еще раз. Я здесь. А, я здесь уже. А, дебил. Извините. Тогда мне надо... Так, я путаюсь в карте. Простите. Окей, мне надо сюда. Потом мне надо сюда. Не заблудиться. Не заблудиться. Заблудиться, господи. Сюда, сюда и сюда. Все. Красавца. Причувствие не обмануло меня. Это путешествие оказалось изматывающим. Тяжелое, огнетущее чувство грузом навалилось на наши плечи. Не знаю, почему, но меня не покидало ощущение, что что-то пойдет не так. Мы, наконец-то, прибыли в Болинвию. Ночью вот-вот опустится на деревню. Нам остается лишь встретиться с правителем Этелем в центре. Остается всего лишь встретиться с правителем Этелем в центре. Хорошо. Говорите, приветствую вас. Этелем встретил нас с распростертыми объятиями. Хуан-Хуан незамедлительно подошла к нему, чтобы заняться передачей кочевников. Все происходит так стремительно. Когда вы отправляетесь в обратный путь? При лучшем раскладе завтра на рассвете. В главном штабе нам предстоит много работы. Однако мы оставим вам несколько гвардейцев. Пойдемте в Мэрию, нам нужно поговорить. Думаю, что мне нужно присутствовать. Разумеется. Я скоро присоединюсь к тебе, Нуки. Хорошо. Ладно, мне пора возвращаться в лагерь. Окей. Что-то много сегодня. Окей. Окей. Да блин, что за слово проразить тебе. Все уже на своих местах. Жители Боленви избавили нас от необходимости разбивать лагерь. Своими силами. Но здесь не души только я. Куда запропастились Икар, Камири и все остальные? Сдохли. Шутка-минутка. Икар, что ты здесь делаешь? Я? Ничего особенного. Она что-то спрятала за спиной. Давай, показывай, что у тебя там. Это сюрприз для тебя. Да, для тебя. Не хочу, чтобы ты увидела его раньше времени. Сюрприз? Часть чего? Просто так. Я люблю делать подарки своим друзьям время от времени. Ау, понятно. Но не буду тогда тебя отвлекать. Блин, бесит. Ну где? Камирия, ты сейчас свободна? Не совсем. На ее бицепсах висели два малыша Меконидо. Тебе нужна помощь? Нет, нет, я справлюсь. Мы неплохо веселимся, не правда ли, дети? Да. Тогда не буду вас отвлекать. Кажется, что икар и камерия заняты каждое своем дело. Мне осталось лишь вернуться в лагерь. Я вернулась в лагерь, здесь по-прежнему пустынно. Ищешь компанию? Валериан, ты меня напугал. Прости. Валерьяныч. Большую часть вечера мы проболтали с Валерьянычем. Он всегда был обходительен и любезен. Но этим вечером я открыла для себя его с другой стороны, узнав о его насыщенном прошлом. И чем же ты занялся после того, как покинул кровавую бригаду? Как и многие члены, я стал наемником. Кстати, во время одной из миссий я познакомился с Хамоном. Это он рассказал мне о гвардии и пригласил выступить у нее. Классный парень этот, Огр. Да, он очень... Классный. Кажется, ты устала. Да, немного. Пойду спать. Тогда спокойной ночи. Ну и тебя тоже. Урухнув на кровати, я уснула практически мгновенно. Ночью лифтан вернулся в палатку. Я лишь чмокнула его в губы, не в силах даже обнять. На следующее утро мы встали на заре. Хуанхуа объявила, что дела между кочевниками и жителями Боленвии были улажены. Нам предстоял обратный путь, и я заранее сочувствовала моим натруженным нескончаемыми путешествиями у мышцам. Кончится тем, что я попрошусь в отпуск. Сил моих больше нет. Я уснула прямо в седле. К счастью, я была надежно пристегнута. Покорно следуя за остальными наездниками, мой фамилияр двигался в верном управлении без моей помощи. Я проснулась несколько часов спустя и радостно узнала знакомый лес. Мы приближались к главному штабу. Наконец-то мы вернулись. Мы на месте. Надеюсь, что Мика не приготовила для нас очередного путешествия. Какой сосед-то пидор просто. Я неимоверно, сука, его ненавижу. Он всегда найдет чем-нибудь не испортить жизнь. Либо музыкой, либо ором, либо траханием своей девушкой. Пиздец, бесит. Извините, минутка просто злости. Простите. Чё, я какое-то говно услышал. Я тоже на это рассчитываю. Мое тело не в состоянии следовать такому ритму. Реально не сосед и пидор в натуре. Простите за мой французский. Так, мы, 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 мы где? Мы, мы, мы где? Мы вот здесь. Нам нужно идти куда? Нам нужно идти вот сюда? 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 О, выключил. Слава богу, спасибо. Господи, чё так много идти-то? Ого, час уже видос идет, нифига себе. Мощно. Я ушла отдыхать, в то время как Лифтан отправился к Мико в сопровождении Хуан Хуа. Мы провели несколько безмятежных дней. Я была очень рада провести это время с Лифтаном. Но спокойствие не продлилось долго. Очередная новость свалилась как снег на голову. Ты, ты серьезно? Да, Мико хорошо управляет главным штабом. Она извлекла уроки из своих ошибок. Так что я знаю, что ты теперь в надежных руках. Но Хуан Хуа мне... Мое предложение по-прежнему в силе, несмотря на то, что я вижу, что твое сердце отныне принадлежит этому месту. Я отвела взгляд. Раньше я бы действительно согласилась, не раздумывая. Я отправилась бы с Хуан Хуа в храм, чтобы оставаться там жить, но... Я не предполагала, что мы с Лифтаном начнем встречаться. Это заставляет меня по-настоящему... Ой, по-новому сглюют на вещи. Теперь я не хочу покидать главный штаб. Теперь ты знаешь дорогу к храму и можешь навещать мне, когда пожелаешь. То есть, когда гвардия разрешит. Мне будет сильно тебя не хватать. И мне тебя. Как я рада, что у меня есть такая подруга, как ты. Она крепко обняла меня, прежде чем удалиться. Меня очень огорчает отъезд Хуан Хуа, но времени предаваться грусти нет. Сегодня меня ждет множество дел. Я обещала помочь Ложей с выбором платья для свидания с Сонзаном. Пора бежать на рынок. А вот и я. Спасибо, что пришла. Мне так приятно. Я уже примерила палочку пылать. Идем? Я последовала за Ложей. Должна признаться, что новая коллекция Муркизы и меня не оставляет равнодушной. Уж не знаю, где она черпает вдохновение, но я уверена, что смогу удержать кошелек... Но я не уверена, что смогу удержать кошелек закрытым надолго. Давай же, сделай себя приятное. Как говорится, некот... Как говорится, некоторые... Как говорят... Как поговаривают... Как говаривают же... Как говаривают, некоторые жизнь коротка. И не уверена мне. Взгляни же на эти шелканы до кружева. Они ждали только тебя. Я попыталась отстраниться, но, подобно морской ведьме в сказке о русалочке, Муркиза заворожила меня. Ну-ки! Икар? Идем со мной. Она схватила меня за запястье и силой вытащила из лавки, не дав ни секунды на то, чтобы попрощаться и извиниться за столь скорый уход. Нам срочно нужно бежать в зал с Кристаллом. Да бегу я, бегу. Я там уже живу, по-моему. Мика перешла к делу незамедлительно. Ну-ки, заметила ли ты странный феномен, когда вы были в Боленвиле и Укап? Нет, а что? Вскоре после вашего отбытия, в двух этих поселениях произошли печальные события. Несколько жителей были подвергнуты воздействию пораженного осколка Кристалла, и мы начали убивать местных поселенцев. Что? Да сосед, ну ты пля! Нам нужно отправить гвардейцев им на подмогу, и как можно скорее. Раделитесь на две команды. Одна отправится в Боленвиле, другая к Капам. Гвардейцев уже недостаточно... Гвардейцев уже находящихся там недостаточно. Они отбивают атаки, защитив невинных, но нам нужно ваше вмешательство, чтобы положить конец бесчинству. Мы сформировали две равные группы. Ну-ки, тут важный момент. Кому мы поедем, тот выживет. Кому мы не поедем, тот помрет. Я поеду к Капам, потому что... Я люблю больше Кап, наверное, чем грибы. Отлично, отправляйтесь незамедлительно. Я поторопилась к тебе в комнату и собрала все вещи на скорую руку. Теперь мне нужно присоединиться к остальным. Разреши проблему у Кап. П-п-п. П-п-п-п. Подождите, я хочу посмотреть, что... Куда идти по этому заданию. Даже не то, что идти. И... Мне нужно... Мне нужно... Ах, господи, сейчас. Найду это задание. Сейчас, прям 5 сек. Понял, все. Идем тогда просто на пляж пока что. Я просто не хочу, как бы, тратить ману. И хочу знать, что мне точно нужно делать. Сколько там уже? Ой, 2К уже улетела. Зашибайс. Неплохо. Неплохо, что могу сказать. Так, мы идем сюда. 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 И ты. Мы выдвинулись в направлении нефритового края. Вопреки моим ожиданиям, путешествие показалось мне быстро. Все произошло так стремительно, даже слишком. В глубине души я предугадала развитие событий. И, как выяснилось позже, была вовсе недалека от истины. Но мы спешили, у меня не было времени анализировать свои предчувствия. Сразу после прибытия мы с Лифтаном и Валерианом отправились на поиски зараженных. А остальные отправились на подбомгу, оставшимся с нашего прошлого визита к вардейцам. Все происходило настолько быстро, что мне не довелось даже поприветствовать магистра. Мы не должны терять ни секунды. Нужно разыскать это коварное существо и обезвредить его. А как? Ну, так я просто интересуюсь. Ой, господи. Сейчас, где и там. На дороге видны следы ног. Кто-то прошел здесь? Интересно, да. Так, окей. Нам сюда? Куда? Стой, куда поехал-то? А, и что? Где? Что? Не понял. Ну, начинается это говно, а? Песишь. Не может быть. Магистр, что вы здесь делаете? Я не могу позволить вам противостоять этому существу в одиночку и ждать, сложа руки. Магистр, при всем уважении, мне было бы гораздо спокойнее, если бы вы последовали в укрытие. Вы считаете, что я не смогу на себя постоять? Магистр, пожалуйста, вы нужны вашему народу. Если с вами что-то произойдет, то я себе этого не прощу. Хорошо, я возвращаюсь в деревню, но будьте осторожны, это создание свирепое и беспощадно. Окей. Что-что-что? Паразит какое-то слово теперь, а? Что такое? Куда теперь? Здесь никого нет, только следы крови на траве. Ужасающее зрелище. Идем по этому следу, я опасаюсь худшего. Я тоже, Валериан, я тоже. Ладно. Опасаюсь худшего. Я словно ощущаю здесь присутствие. Я инстинктивно повернулась и посмотрела на Лифтана. И в этот самый момент на нас напали со спины. Нуки! Господи, не сэр. Я отпрыгнула в сторону и уклонилась от атаки с ловкостью, которую не ожидала сама от себя. Это создание, это чудовище уже утратило свой волшебный облик. Часть его тела изгибались в неестественных положениях, от которых кровь заставала в жилах. Я была не в силах представить, как оно выглядело до того, как попало под влияние кристалла. Уклонясь от нападений, я была удивлена тем, насколько мои движения стали гибче, легче и быстрее. Во мне проснулась новая, прежде неведомая мне сила. Я заехала с правой руки противостоящей мне мерзости и сразу после нанесла ей удар с ноги, выбившей ее из равновесия. Лифтан посмотрел на меня с беспокойством. Чудовище воспользовалось этим моментом и обрушилось на меня. В следующее мгновение тот, кто заслонил меня с собой, защитив от неминуемого нападения. Лифтан, бедненький мой мальчик. В несколько приемов ему удалось одарять монстра, у меня поразила его сила и отвага. Впоследствии он признался, что почувствовал огромный прилив сил, увидев, как на меня нападают. В нем проснулся инстинкт защитника, я была тронута до глубины души. Лифтан взглянул на оглушенного врага и попросил меня уйти. Я положу конец мучениям этого существа и найду тебя после. Если бы у нас был другой вариант, поверь, я бы им... Я бы не применул... Непременно им воспользовался. Окей. Да что за слово паразита? В поисках магистры я остановилась на мгновение. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Эта миссия была гораздо более изматывающей, чем я предполагала. Ну-ки. О. Я не смогла посмотреть ему прямо в глаза, зная, что ему только что пришлось сделать. Мы продолжим поиски решения, обещаю. Но до тех пор, пока не найдем его, будем вынуждены поступать таким образом. Знаю. Он заключил меня в объятия. Вся эта ситуация. Жертв. Я боюсь не выдержать. Он взял меня за руку, и мы решили объявить об успехе этого задания. Возвращайся в поселение. Лифтан пошел отчитываться о совершении миссии, я же осталась в отдалении. Мои мысли вернулись к тому созданию, которое когда-то относилось к числу волшебных существ. У него наверняка была семья, и возможно даже дети. Может он был из тех, кто помогает своему ближнему в беде? Существует ли другое решение? Гвардия света знакома с данным феноменом гораздо дольше меня. Если бы существовала альтернатива, то они бы были в курсе. Нет, хватит мыслить, что я негативно. Не нужно терять надежду. Твой дух рассказал мне о твоем подвиге. Твоя сила невероятна. Спасибо. После недолгого разговора магистр решил вернуться в главный штаб вместе с нами. Я еду. Мучу. Мы в очередной раз отправились в земли Эль. Я начинаю ощущать что-то похожее на разницу часовых поясов. Мы прибыли в главный штаб под покровом глубокой ночи. Микка встретила нас и пригласила побеседовать с ней до зала с Кристаллом. Иду я, иду. Итак, располагайтесь, у меня плохие новости. Я взглянула на остальных гвардейцев, стоявших вокруг. Они выглядели огорченными. Затем я взглянула на лифта, на который, казалось бы, столь же заинтересован, как и я. Во время вашего отсутствия ситуация в Болен-Ви ухудшилась. Существо, находившееся под властью испорченного кристалла, напало на правителя Этеля, и... Он не выжил. Что? Для нас это огромная потеря. Я почувствовала, как глазам подступают слезы. Я не понимаю, за чего ты плачешь, ты не настолько его хорошо знала, чтобы рыдать по нему. Но я не могу поддаться эмоциям прилюдно. Я сглотнула и сделала глубокий вдох. Чтобы справиться с этими тяжелейшими испытаниями, мы решили выслать в Болен-Ви еще больше помощи. В ближайшие дни я отправлю туда некоторых из вас, чтобы вы оказали поддержку его друзьям и близким. После чего мы поможем их народу выбрать нового правителя. Я тоже поеду. Ответственность за смерть правителя лежит на моих плечах. Гвардейцев, которых я отправила туда, оказалось недостаточно. И проблемы, которые это за собой повлекло, решить должна я. Поговорим об этом завтра. Идите спать. Прошу прощения за то, что мне пришлось объявить об этом так резко. Я рассчитываю на ваше присутствие завтра в 10 утра здесь же. Хорошо. Лифтан, я знаю, что ты только что вернулся, но мог бы ты задержаться ненадолго. Мне нужно обсудить с тобой план. Я покинула зал оглушенное известие. После недолгого разговора с несколькими гвардейцами, оставшимися на месте, я решила пойти спать. Я нашла комнату и обессиленно опустилась на кровать. Я вспоминала слова Мика, в болезни было недостаточно ресурсов, им не хватало бойцов. Если бы я решила отправиться туда, а не к капам, повлияло бы это на ход событий? Нет. Возможно, Этель остался бы жив. Я уснула с камнем на сердце. На следующее утро, на скоропозавтраках, я отправилась в зал с кристаллом. Благодарю за ваше присутствие, устраивайтесь. По указанию Мика в зале стояло несколько скамеек. Занимая место, я заметила, как она глубоко вздохнула. Магистр Капа и глава кочевников стояли рядом с ней. Ввиду последних событий было решено отправить Невру из-за Реля к Капам. Мы же с Валькионом отправимся в Боленвию. Учитывая обстоятельства, Хоанхо согласился отложить свое возвращение к Венхоану. Бразды правления гвардии на время нашего отсутствия переходят к Ей Лифтану. И Кара сдала задание. Меня распределили Капом. Это означает, что мы с Лифтаном будем в разлуке. Те, кто не получил задание, остаются в главном штабе. Остальные отправляются на место назначения на три следующих недели. Что? Я не буду видеться с Лифтаном почти целый месяц? От этого немного грустно. Я понимаю, что работа является приоритетом, но все же жаль, что я не могу быть рядом с ним. Мика объявила о серьезной ситуации. В последние недели был замечен значительный рост числа зараженных испорченным кристаллом. И причина этого феномена оставалась загадкой. На мой взгляд, это не было естественным процессом. Мика продолжила собрание, перейдя к теме, с которой начала участие в моем приключении – исчезновение детей. Очередной подросток пропал без вести в Болинги. Гвардия перевела кощевников обратно в главный штаб и заключила некоторых из них под стражу. Мы избавились от наказания детей и стариков, но должна признать, что не горусь подобными мерами. В нашем арсенале недостаточно вариантов решения ситуации. После окончания собрания, к моему удивлению, Мика Знаком пригласила меня остаться. Я что-то сделала не так? Вовсе нет, я просто хотела поговорить с тобой о событиях прошлых недель. То есть? Каково твоё видение ситуации? Твоё мнение? Какие странные вопросы она задаёт? Будто пытается меня зондировать. Не понимаю. Ну? Ситуация, в которой мы оказались, крайне сложная. Последние недели были эмоционально насыщенными. Было много жертв и последствия, на мой взгляд, очень серьёзные. В частности, я подозривала смерть правителя Этеля. Эта огромная потеря могла бы поставить под вопрос соглашение между жителями Болинги и Ганидами и главным штабом. Убийцей было волшебное существо, утратившее контроль над собой из-за зловредного влияния кристалла. И это не единственный подобный случай. То же самое произошло и у Кап. Мы можем серьёзно задуматься над вопросом, вызвано ли это заражение случайным стечением аптейлистов или чьим-то намеренным вмешательством. Господи, почему глава гвардии тогда не ГГ, а Мика? Мика же тупая, просто пипец. Кроме того, мы столкнулись с проблемой исчезновения детей и до сих пор не нашли виновного. А главное, мы не можем судить о том, есть ли связь между этими двумя вопросами. И в завершении всего наш кристалл подвергся заражению, а его боль передавалась и мне. Пока что ситуация в норме, но я предчувствую, что дальнейшее развитие событий может оказаться катастрофическим. И не думаю, что это ощущение есть только у меня. По-моему, несчастье валится нам на голову уж слишком часто. Наверняка за этим кто-то стоит. Ну, например, мой парень. Но я его не сдам, конечно же. Не верится, что нам настолько не везёт. Позволь заметить, что ты попала в десятку. Прошу прощения. Я подозреваю, что в гвардии сдавёлся шпион. Даже два. И хотела бы, чтобы ты... Мика. Эвелин примчалась сама, не своя. Сопровождающие Юйкар и Хуанхуа были в том же состоянии. Эвелин, что случилось? Мэри и Милая двое кочевников пропали. Что? Больше мне ничего не известно. Их семьи в ужасе. Мы ведь... Ну, мы ведь приняли все необходимые меры безопасности. Я... Икар, собери для немедленных поисков столько гвардейцев, сколько сумеешь. Хуанхуа, оставайся с семьей непропавших малышей. Ну-ки. Я хочу принять участие в поисках, мадам. Хорошо, в таком случае помоги Икар собрать поисковый отряд. Поисковый отряд, боже. Окей. Хм... Иду. Я осматривалась повсюду в поисках детей, когда... Лифтан подошел ко мне и поцеловал. Я неосознанно оттолкнула его. Что-то не так? Сейчас не время для этого. Тебе нужно поговорить с Мико. Зачем? Пропали дети и... Не продолжай, я иду к ней. Я мчу к ней, как просто не знаю кто. Аложи. Я встретила Икара уже в курсе, бегу к Мико. Какой ужас. Да. Она продолжила путь полубегом, вся в смятении. И мне нужен храмина. Храмина-косячина. И где он? Че за фуфло? Да чтоб тебя, Элдария! Я тебя так обожаю, слушай. Ну, начинается эта беготня тудым-сюдым. Как я это ненавижу. Что? Да тебе нужно идти прямо сейчас. Ладно. Ну-ки, думаю, мне удалось собрать достаточно народа. Ты поговорила с кем-нибудь? Я встретила Лифтана и все ему рассказала. Я видела ее Ложей, но она уже успела поговорить с тобой. Да, я встретила ее раньше тебя. Ты не прохлаждалась. Это моя работа. Давай, нам тоже пора. Мико ждет нас в холле. Все собрались в холле. Если все в сборе, то приступаем. Гвардия тени прочешет южную часть леса. Гвардия абсента займется севером, а гвардия обсидиона равнинами и пляжем. В путь. В путь. Я иду в путь. Иду. Мчу. Мы искали среди по среде чаще. Безрезультатно. Но куда же они могли запропаститься? Так, дальше. Мне нужна пустая равнина какая-то. Что за пустая равнина? Ничего не понимаю. Так, ладно, где я сейчас? Мне нужна... Туда? Так, теперь... Вот это что ли? Нет, нет, не это. Да блин, я ненавижу это дерьмище. Ой, господи, помоги ты. Пройдя вглубь равнины, я почувствовала, как мое сердце на секунду замерло. На мгновение я испугалась, что его не снова здесь. Но, к счастью, равнина оставалась столь же пустынной, как после ее гибели. Но куда же они могли запропаститься? Good questions. Ё-моё. Я просто нифига не понимаю. Я начинаю тупить. Поздравляю. Я нашла следы, но они принадлежали проходившему здесь серфону. Мы провели здесь несколько часов, но ни к чему не пришли, поэтому решили вернуться в главный штаб. Ну-ки. Я в ошеломлении наблюдала за бегущим ко мне капой. Эллиот, что ты здесь делаешь? Я взяла на малыша на руки, ни за что не допущу, чтобы пропал еще один ребенок. Гвардейцы из моей поисковой группы, казалось, были настолько же удивлены и серьезно смотрели на Эллиота. Я была с друзьями. Мы пофлику павли на пляв. Она была такая доблая и пахла, как ты. Но на самом деле она оказалась очень плохая. Они сделали мне бубой своим хвостом. Она была липкая, как тетя из моря. О чем ты? В этот момент я вспомнила о рассказах Капы других гвардейцев. Кто-то заметил хвост Грифона, кажется. Да, точно. Что еще говорили на их счет, что их немного в этих краях. И история о русалке, находившейся на континенте с непригодным для нее климатом. Пазл постепенно складывался в моей голове, и каждый элемент информации вставал на свое место. Простите, но мне нужно кое-что проверить. И куда ты собралась идти одна? На пляж. Я вкратце объяснила Валерию, но слова Эллиота и снова и свои умозаключения на этот счет. Получив одобрение старшего, они решили проследовать моему инстинкту. Я уверена, что дети находятся там. Отправляйся на пляж. Чешу. Эллиот проводил нас до места, где, казалось, недавно была пришвартованная лодка. Там же я нашла обрывок ткани. Мотив на нем очень напоминает рисунок и новые шарфы в Пофмерии. Эллиот протянул руку, указывая на океан. Вон там. Я до сих пор чувствую запах. Я взяла Эллиота на руки и решительно посмотрела на наших спутников. Мы можем быть уверены, что это что-то значит... Значит... Ты уверена? Мико все встает на свои места. История с русалкой, запах, по словам Эллиота, похожий на мой. Об этом сходстве упоминают не впервые, так что не думаю, что это простое совпадение. Итак, поскольку на разработку иного плана времени нет... Ну-ки, бери малыша с собой. В нашем распонижении оказался один корабль Кап. Эзарель, Валериан и Вилейн, отправляйтесь с ними. Как только вы найдете остальных детей, немедленно везите их сюда. Икара организует доставку продовольствия на борт. На несколько дней. Нет, минимум на неделю. Мы не знаем, куда вас заведет этот след. Хон-хо, займись главным штабом, пока меня не будет. Я отправляюсь с вами. Мы без промедления занялись приготовлением к отплытию. След, оставленный этим существом, был слишком трудоуловимым, и мы не хотели упустить его. Когда все было готово, Мико назначил нам встречу на пляже. Мы отправились... Мы отправляемся. Оракул сделает так, чтобы наши дети были целыми и невредимыми. Я смеюсь для... Ну, для тех, кто не понимает. Типа, там будет весело. Сейчас будет очень весело. Сколько уже ролик идет? О, почти полтора часа. Зашибись. Я в Даре, я обожаю тебя. Я подумала, что я не туда иду, а потом понял, что я иду туда. Господи. Я пришел. Мы приготовились к отплытию. Но когда пришло время поднять паруса, Элиот заплакал и захотел сойти с корабля. Мы вернулись на пляж. Я не хочу видеть злую преслую тетю. Элиот, посмотри на меня. Ты знаешь, что она забрала с собой твоих друзей? Да, я не хочу, чтобы она снова делала мне бабу. Она ничего тебе не сделает, обещаю. Ты останешься на корабле с этим добрым дядей. Смотри, какой он большой и сильный. Он тебя защитит. А ты останешься со мной? Да, во время путешествия. А потом мне нужно будет отправиться на поиски твоих друзей. Но если моя тетя сделает тебе бабу, ты никогда не вернешься. Не переживай, все будет хорошо, ты мне доверяешь. Да. Тогда едем спасать твоих друзей. Ты разве не хочешь поскорее их увидеть? Очень хочу. И Мэлли обещала, чтобы пока заделась тут ягодки с лосинкой. Да, ягоды с кислинкой. Есть еще одна причина отправиться на их поиски. Элиот прижался ко мне, дрожа всем телом. Мэри, милая, дети, мы едем. Я еду. Путешествие показалось мне нескончаемым. Благодаря крайне чуткому обонянию Элиота мы добрались до изолированного пляжа. Едва я сошла на берег, как поняла, что здесь развернулась драма. Вокруг была кровь. Слишком много крови. Эзорель, нуки, следуйте за мной. Эвелин, оставайся здесь. Валериан, я поручаю тебе малыша. Мика, у меня очень дурное предчувствие. И у меня. Но не будем терять надежду. Эта кровь может принадлежать кому угодно. Или чему угодно. Я посмотрела на Эзорель с решимостью. Чего на него смотреть-то? Мила! Он привязан к дереву, мне нужно его освободить. Я подбежала к плачущему на взрыв Мила, в то время как Мика и Эзорель и Каевин обыскивали место вокруг. Мила, где твои друзья? Я не знаю. Я так куда-то унесла их. Мила, он весь в крови. В крови, но что-то подсказывает мне, что она принадлежит кому-то другому. Я бы никогда не пережила, если бы с Милой что-то случилось. Это очень милый грибочек. Нет. Что такое? Мика застыла на месте, что... Я медленно повернула, чтобы посмотреть. Нет. В нескольких метрах от нас на олеющем песке лежало неподвижное тело. Это коррелиазм. Коррелиазм Мэри. У него вспор от живот. Я вновь посмотрела на Мика. Ее лицо искосилось от гнева. Кто мог совершить подобное злодеяние? Я. Здравствуйте. А? Шо? Мика рухнула на землю, оглушенная... Оглушенная старуха, которую я успела узнать. Она была из клана кочевников. Другой рукой она тащила по песку бесформенную массу. Бабулька-приветульки. Что вы здесь делаете? Ну, разве не видно? Я опустила глаза и поняла, что с небрежностью она влокла по песку... Мэри? Мы застыли в ужасе. Подняв бедного ребенка за щиколотку, старуха самодовольно смотрела на нас. Отпутите ребенка! Какая обешливая просьба. Пренебреженным жестом она подняла ребенка над своей головой, демонстрируя внушительную силу. После чего рожала руку, уронив его на землю. Я услышала звук его треснувшего от удара черепа. Нет! Абсолютно вне себе я двинулась на нее большими шагами, сжимая в руках оружие, чтобы нанести ей несметное количество ударов. Ну, 28 хотя бы. Но не успела я подойти к ней, как она швырнула... Отшвырнула меня на несколько метров ударом хвоста. Я налетела на ствол дерева. От резкого столкновения меня перехватило дыхание. У меня перехватило дыхание. Я невольно простонала от боли. Нечеловеческая литерация, такая слабая. Оставь ее. Эзарель уже запрыгнул на нее с невероятной скоростью, отвешивая один удар за другим. Я старалась добраться ползком до Мила. Ты удержишься на ногах, нам нужно отвести малыша в укрытие. Да, но Эзарель нужна помощь. Почему ты защищаешь ее, Эзарель? Что? Старуха, или скорее монстр, оглядела меня с ног до головы. Между вами что-то происходит? Нет, уж не поменял ли ты меня на эту мерзавку? Кто вы и откуда вы знаете мое имя? Эзарель, ты так и не понял. А ведь я оставила для тебя небольшой презент. Должно быть, ты с непривычки не узнаешь меня в новом обличии. Позволь предстать перед тобой, иначе показать тебе правду. Старуха объяла черным туманом, мне удалось добраться до рыдающего Мила, но Эзарель я различить больше не получалось. Когда дымка рассеялась, перед нами пристала гораздо более юная женщина. Она стояла рядом со Зарельем, положив ладонь ему на щеку. Ладонь? Скорее, лапу куреную? Эльф стоял неподвижно. Найденная брошь. Нет, это невозможно, ты ушла, я в этом убедился. Я осталась ради тебя, но вижу, что возможно еще слишком рано. Я вернусь, подготовься за время моего отсутствия. Она вырвала его из Ореля поцелуй, который оставил его равнодушным, и исчезла в глубине темной ночи. Ночи, да? Нет. Сраженный эльф упал на землю. Собрав волю в кулак, я с трудом выпрямилась, в то время как Мила постепенно приходил в себя. Мэри. Мой взгляд был прикован к Зарелю, я и не заметила, как Мила тихо двигался в направлении бездыханного тела своего друга. Мэри, просыпайся, гвардия спасла нас, как ты и говорил, злая тетя ушла. Мила, иди сюда. Мэри, давай же. Мэри. Мила, пожалуйста, иди сюда. Ночи, почему Мэри не двигается, и почему тебе так много краски? Мэри, просыпайся же. Он стоит тихонько, тряся изувеченное тело своего друга. Почему мне жалко Мила? Мне не жалко Мэри, мне жалко Милла. Я не смогла сдержать слез, видя эту приводящую в замешательство детскую наивность. Как объяснить ему, что такое смерть? У меня нет нужных слов, но сейчас, по крайней мере. Мила, идем со мной, мы найдем Эвелейн. Она смоет тебе всю эту краску и проверит, не сделала ли она тебе бубо. Мэри, тоже надо будет искупать? Он здесь испачкался, а то его мама разозлится. Она ушла вместе с ним, но прежде посмотрела на меня за туманенными от слез глазами. Я подошла к Эзарелью, по-прежнему лежавшему на земле с пустым взглядом, обращенным в небо. Эзарель? Идем, нам нужно отплывать. Мэри, уже ничего нельзя сделать. Я не знала, что сказать Эзарелью. Я не знала, что сказать кому бы то ни было. Поэтому я просто взяла руку эльфа и перекинула себя через плечо, чтобы подтолкнуть его подняться на ноги. Я почувствовала тяжесть его тела и помогла ему добраться до пляжа, где встретила печальный взгляд Валериана. Он заберет тело Мэри и двух пропавших детей и кочевников. Мы отчаиваем, как только он вернется. Я предоставила Эвелин позаботиться об Эзарели. Мика мыла малыша Миконида, оттирая пятна крови. Стоя в воде, он засмеялся, и этот звук пронзил мое сердце. Он не знал, что произошло. Просто не понимал этого. Я увидела, как Мика заставила себя улыбнуться. Она не хотела разбить в дребезги его детское простодушие. Я обнаружила новую грань его личности, доброжелательную и желающую защитить. Закончився с Эзарелем, Эвелин подошла проскультировать меня. Что произошло? Меня отбросило к дереву. Как дела у Эзарелия? Не знаю, но он не в себе. У него нет физических повреждений, но он находится в состоянии шока. О, боги, как мы озвучим новость родителя? Мать Мэри будет сломлена горе. Я не знаю, что ответить. Я еще никогда не видела смерти ребенка. Я не знаю, через что проходят родители, столкнувшись с этим. Родители не должны хоронить своих детей, особенно в столь юном возрасте. Как чувствует себя Мила? С ним все в порядке, он не осознает, что произошло. Я не знаю, как объяснить ему. Мне не доводилось делать этого прежде. Думаю, стоит попросить об этом его маму или Адиль. Они сделают это лучше, чем мы. Я думаю, так лучше. Я тоже так думаю, господи. Несколькими часами позже Валерий вернулся, неся все найденные тела. Выжил лишь один ребенок. Группа обхватила невыносимое ощущение провала. Теперь нам предстоит возвращение в главный штаб. Прежде чем сесть на корабль, я в последний раз окинул остров взглядом. Царящую здесь мрачную ауру, кажется, можно почувствовать на ощупь. Стремно. Адиль провел все путешествие молча, лежа на своей койке. Овощ. Я приносила ему еду и питье. Никогда прежде я не видела его в подобном состоянии. Наконец мы прибыли в землю Элли и направились в главный штаб. Валериан, оставайтесь здесь. Мы с девушками и малышом вернемся, и я отправлю тебе на подмогу нескольких гвардей, чтобы перенести тело. Мика, что мы им скажем? Когда жители увидят нас с одним только мило, у них возникнут вопросы. Взяли ли мы под стражу виновника? На какой стадии находится расследование о заражении волшебных существ осколком кристалла? Я знаю, Эллиан, я знаю, но ответов на эти вопросы у меня нет. Мне нужно поговорить с Хуанхуа. Пока что мы проводим малыша к его опекуну, и все остальное решим после. Нам предстоит найти решение для него. Она взглянула на Элли, по-прежнему находившуюся в состоянии особенения. Идем. Печальчика. Все очень грустно. С лифтаном, когда прохожу этот эпик, я еще больше ощущаю эту боль. По дороге мы встретили маму Мэрию всю в слезах. На наших лизах читался траур. Эвелин, ты можешь побыть с Тильдой? Ей понадобится вся наша поддержка. Конечно, я возьму с собой, Мила. Спасибо. Мика положила руку на предплечье Эвелин с выражением искреннего сострадания. Идем в зал с кристаллом. Она так сильно дрожит, что ее голос едва различим. Вы вернулись, слава богам. Только не это. Два ребенка кощевников и Мэри, они мертвы. Какой кошмар. Мама Мэри уже знает? Мы встретили его по пути сюда. Она сразу же поняла. Вам удалось взять под контроль того, кто свяжил эти злодейства? Нет, ей удалось скрыться во время сражения. Я была в полусознании. Мы атаковали ее, но она уложила у меня на лопатки у два счета, после чего взялась за Эзереля. Я настойчиво посмотрела на Эзереля. Продолжение должна рассказывать не я. Эзерель, пожалуйста, расскажи. Я не могу мне... Это все из-за меня. Вам никогда не удастся понять. О чем ты? Я знаком с той женщиной. Так это правда. Завершите эпизод. Наконец-то! Наконец-то я прошел свой... Господи, эпизод со своим любимым мужчиной. Я даже остался в значительном таком плюсике. Неплохо. С лифтаном, блин, только 80. Ну, камон, когда я с ним до сотки-то уже докачаюсь? Ё-моё. Что принес мне мой? Ничего полезного, короче, ясно. Отправлю тебя сюда. Горцуй. Ну, шо же? Такой получился эпизод. Ой. На полтора часа всего. Удивление. Я удивлен даже. Всего на полтора часа. Обычно получается подольше. Ой. Ладно, пишите, что вы думаете вообще. Довольна ли, что вы? Наконец-то вышло прохождение с лифтаном. Я очень довольна. Я скучала по моему мальчику. По моему демону. Прям жду, не дождусь. Прям 22 эпизод. Короче, ребят. Пишите свои комментарии насчет этого эпизода. Какое у вас мнение вообще сложилось? Вообще, пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, что вы почему-то еще этого не сделали. У меня уже полшестого вечера. Нифига себе. Здравствуйте, что за новости? Подписывайтесь на канал, если вы здесь каким-то образом впервые. Подписывайтесь обязательно на группу ВКонтакте, где выкладываются смешнявки, новости и многое другое, что вы найдете на канале. Также не забывайте, что по воскресеньям у нас стримы в 2 часа по московскому времени. Так что всех жду. Подолжим приходить, наверное, в мобильную новеллу или может что-нибудь другое поищем. В общем, посмотрим. Всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока, не болейте.